Джой Джардессон – американский барабанщик, один из основателей инюметал-группы «Слепкнот». Джой на протяжении 18 лет был ключевым участником группы, однако в 2013 году покинул коллектив, по этому поводу было много слухов. В 2010 году, согласно опросу среди читателей британского журнала «Ритм» возглавил список 100 лучших ударников за последние два года. В 2013 году основал сайт проект «Скарзе Мартер», однако сейчас этот коллектив является единственной группой, в которой он играет. Биография большинства родителей сажает своих детей перед телевизором, когда они молоды, чтобы успокоить их или что-то подобное. Мои же всегда включали музыку, они сажали меня перед стерео. Я слушал «Лёд Зевпелин», «Зе Оо», «Зе Кингс», «Зе Роллингс Тонс» и «Киз». «Киз» — одна из моих любимых групп и Питер Крис был одним из моих любимых барабанщиков в детстве, также Джон Боном и Кейт Мун. Его любовь к тяжелой музыке началась в 1981 году. После просмотра концерта «Ози Осборна», Джой сначала играл на гитаре и в школьных группах, а барабанную установку получил как подарок от родителей в 1982 году. Они попросили спуститься его в подвал и поискать кассету с Элтоном Джоном, а там он обнаружил целую барабанную установку. Джордисон работал на музыкальном складе «Мьюзик Лэнд» и на «Азэ Свуки», штата Йова. Играл в разных тяжелых металлических группах в районе Дэмоина, включая «Налбласт» и «Модифидиаус». «Модифидиаус» была создана вместе с соседом по имени Тим. Это была группа, игравшая «Спидтреш Металл». Все 15 песен были написаны в быстром ритме. Его основным проектом был «Слепкнот». Он присоединился к группе в мае 1995 года, а первыми песнями «Слепкнот», которые он услышал были «Слепкнот», «Джентли» и «Ферр». В составе «Слепкнот» он участвовал во время записи демо-альбома «Made, Head, Kill, Repeat» было выпущено и продано только тысяча копий. С выходом полноформатного дебютного альбома группа стала по-настоящему известной. Заняв одно место в чартах «Бильборд», Джордисон вместе с группой выступал на фестивале «Хастфест» во время турне 2001 года. Следующий альбом «Слепкнот» «Айова» был выпущен в 2001. В чех одном музыканты стали суперзвездами, так как он дебютировал на одном месте в чартах «Бильборд» и на одном месте в национальных чартах «Великобритании» и «Канады». После долгого изнурительного турне группа на время прекратила деятельность. В это время Джордисон ремикшировал песню «The Fight Song» группы «Марилен Мансон», а также снялся в клипе «Taint at Love». В 2002 году Джордисон, Джозеф Пулли и Ляковидни с Дей 13 и 3 поэзин основали группу «Мердердо Олес». Для Джои это была вторая успешная группа. В «Мердердо Олес» он играл без мазки. Их первым альбомом стал «Beyond the Valley of the Murdered Oles». Глэм-панк группа стала очень популярной, пока она не приостановила свою деятельность для того, чтобы Джордисон смог вернуться в «Слепкнот». После этого Джордисон играет в «Слепкнот», а «Мердердо Олес» распались, так как Пул начал сольную карьеру с проектом, названным его же прозвищем «Видни с Дей 13». Пул и Джордисон говорят, что они слишком заняты в своих текущих проектах, поэтому на «Мердердо Олес» у них нет времени. Вскоре после возвращения Джордисона в «Слепкнот» группа записала очередной альбом «Wall 3 The Subliminal Verse». В 2004 альбом добрался до первого места в бильборд и британских чартах. Летом 2004 года на фестивале «Даунлайет» Ларс Уллерих, барабанщик «Металлика», заболел и не смог выступать. На концерте Джордисон заменял Уллериха, Джоя играл большую часть сет-листа «Металлика». В декабре 2004 года Джордисон заменял Фроста участника норвежской блэк-металл-группы «Сатирикон» во время их тура по Соединенным Штатам Америки. Так как Фроста не пустили в страну, он также был ударником министри во время тура в поддержку альбома «Rio Grand Blood». Также он играл вместе с группой «American Head Charge». 19 апреля 2007 года было объявлено, что Джой будет играть в туре «Скорн» около пяти месяцев, пока Дэвид Сильвери отправился в отпуск. Джой также сейчас занялся продюсированием. Его первая работа – альбом «Fire up the Blades» группы «Trinches of Blood». В начале 2010 года становится известно, что весной и лето Джой собирается провести за установкой в команде «Робо-зомби». В марте того же года музыкальный мир взрывает еще одна новость, касающаяся Джои. Реюнион Мердер Доллес наконец свершился и Джой с Джозефом Пуллом уже заперлись в студии в Лос-Анджелесе и работают над новым альбомом. Релиз «Уомин и Амп Чилдрин Ласт» состоялся 31 августа, группа набирает новый состав. Джой некоторое время умудряется играть на гитаре в собственном проекте и на ударных у «Робо». Мердер Доллес получает награду как «Лучшее возвращение года». Тур в поддержку их нового альбома закончился 24 апреля 2011 года, после чего наступает непонятное затишье. В итоге Джой в одном из недавних интервью говорит, что его больше не интересует этот проект, у него другие интересы. Венсдей, в свою очередь, обмолвился в 2014 году, что они с Джой не общаются с самого окончания тура и по всему можно понять, что группе конец. Но добавляет, что в прошлый раз тоже был в этом уверен, однако же они с Джой вдруг взяли и записали новый альбом. Поэтому с этой странной группой никогда не знаешь, чего ожидать. В 2013 году СМИ сообщили, что Джар Дисон покинул группу «Слепкнот» по личным причинам. Однако позднее сам музыканта проверк эту новость. Сейчас ситуация не разъясняется. 13 июня 2016 года на церемонии «Металл Хаммер Голден Годос» в Лондоне, Джоуи Джар Дисон наконец-то объяснил истинную причину своего ухода из группы. Ей оказалась тяжелая болезнь от бытия Джар Дисона. Из команды долгое время было скрыто завесой тайны. Сам барабанщик и его бывшие соратники отказывались раскрывать подробности. Ронтмен группы Кори Тейлор объяснял это желанием защитить Джар Дисона. При этом открыто говорил, что с барабанщиком работать дальше было невозможно. «Я очень сильно заболел мерзкой болезнью под названием поперечный миелит. Я лишился ног. Я больше не мог играть. Это была форма рассеянного склероза, которого я бы не пожелал худшему врагу», заявил Джар Дисон на церемонии вручения награды «Металл Хаммер Голден Год». Поперечный миелит – воспалительное поражение спинного мозга, вовлекающее как серое, так и белое его вещество на уровне одного или нескольких прилегающих сегментов. Это заболевание действительно может быть первым проявлением рассеянного склероза. У массы каждого участника слепкнот есть особое значение. Они являются отражением характера музыканта или его жизненного опыта. «Mate, Head, Kill, Repeat» Когда Джой взяли в группу он носил маску актеров японского театра «Кабуки», которые, по его словам, имелись в его доме в большом количестве. Слепкнот маска Джар Дисона символизирует эпизод из его жизни. Однажды в детстве, возвращаясь домой после хэллоуиновской вечеринки, его мать выбежала из-за угла в такой маске. Джой был напуган и потрясен бесюственным видом маски. Во время первого альбома носил белую маску. Иногда к ней добавлялись черные полоски и точки. А ее та же белая маска. Только точки теперь присутствуют постоянно. А на некоторых концертах добавлялись кровяные подтеки. Также маска теперь изготавливалась из латекса. Волл 3 The Subliminal Verse изменилось расположение полосок и добавились точки, но в этот раз они стали четче. Контраст черного и белого чувствовался лучше. Да и сама маска стала продолжением лица Джои. Настолько она качественна. Уолл Хоп изгон бежевая маска со множеством шрамов. На левом уголке губы есть небольшой потек. Также к маске добавился венец. Перед концертами и на фотосе с всех Джои надевает перчатки, в которых из пальцев отходят длинные отростки, напоминающие корни деревьев. Мемориал Тур. Почти та же маска, что и из Оолл Хоп изгон. Только теперь шрамы и полосы стали четче. Также поменялось расположение шрамов. Цвет теперь стал более ярким. Интересные факты. Джои обожает группу. Кис. Первая пластинка Джои. Альбом Кис Алайв. Любимый фильм. Фантазм. Давным-давно Джои играл в группе. А Ванга. Это была в некотором роде попытка начать играть музыку. Джои состоит в хороших отношениях с Мэрилином Менсоном. Поэтому самого Джои можно увидеть в клипе Менсона «Тейн Татлав», а Менсона в клипе «Мюрдер Доллис» «Дэстон Холливуд». Джои был самым маленьким участником в группе «Слепкнот». Его рост 160 см. Именная установка Джои Джардисона «Перл Экспорт Экскит». На Рождество 2006 года Джои и «Перл Драмс» выпустили «Джет Блэк Экспорт Экскит» с изображением головы Джои. Установка была выпущена ограниченным тиражом, но ввиду растущего числа запросов «Перл» возможно возобновить производство. Установка состоит из бас-барабан 2х22х18, бас-драмс, тарелок 20, чайнокраш, подвесных томов 10, 12, 13, напольных томов 14, 16, именного рабочего барабана Джои Джардисона. Установка 2003-2005, барабаны «Перл», «Перл Мастер Сириз ММХ», «Даймонд Берст Вис», «Блэк Хардвар». Бас-барабан 22х18, педаль P-2000C, «Перл Эллиминатор», подвесной том 8х7, подвесной том 10х8, подвесной том 12х9, подвесной том 13х10, подвесной том 14х12, напольный том 16х16, напольный том 18х16, именной ведущий барабан Джои Джардисона 13х6, 5 «Перл». Тарелки «Пейст Сайничер Рут» 16, «Рюди Краш Райт» 18, «Рюди Ичайна» 14, «Рюди Хихат» 17, «Рюди Краш Райт» 8, «Сайничер Сплаш» 6, «Сайничер Сплаш» 8, 2002 «Копчим» 18, «Рюди Краш Райт» 13, «Сайничер Пауэр Хихат» 20, «Димен Шэн Спуэр Бэл Райт» 18, «Рюди Ичайна» 14, «Сайничер Тин Чайна» 13, «Сайничер Мега Копчим». Дискография Модифидяус 1995 Драун 1993 Виссерал 1994 Матфуча 1994 Спроу Слипкнот 1996 Мейт Ээд Килл Репит 1999 Слипкнот 2001 Айова 2004 Волл 3 2005 9 0 Лайф 2008 All Hop Is Gone The Rejects 2012 Love Songs The Rejects for People Охот The Half Notes 1996 Демо Murder Dole 2002 Beyond the Valley of the Murder Dole 2010 Women and Children Last Roadrunner United 2005 The All Star Sessions Scar The Martyr 2013 Scar The Martyr Гостевое участие 2004 House of Secrets 2007 Fire Up The Blades 2010 Hill Beale Deluxe 2 11 9 2 3 4 4 5 6 10 11 11 Продолжение следует...